Европейская сессия открылась сегодня небольшим снижением евро и фунта, которое, правда, продлилось недолго, после чего котировки вернулись назад, и рынок вновь застыл на месте. При этом, в отличие от вчерашнего дня, публиковались хоть какие-то макроэкономические данные, но они вновь были проигнорированы рынком. Например, темпы спада промышленного производства в Великобритании остались неизменными, хотя прогнозировалось углубление спада с минус 2,8% до 3%. Эту новость хоть и с натяжкой, но все же можно назвать позитивной. Однако она полностью нивелировалась данными по ВВП Соединенного Королевства, темпы роста которого замедлились с 0,7% до 0,3%, что оказалось хуже прогнозов, говоривших о том, что темп экономического роста замедлится до 0,4%. А вот новость, которую не могли проигнорировать рынки. Банк Англии и Казначейство Соединенного Королевства приняли решение о временном расширении программы Waste and Means, обеспечивающей краткосрочный источник ликвидности для правительства в случае необходимости. Такие меры помогут властям упорядочить функционирование рынков в период срывов в качестве последствий пандемии коронавируса. Валютная пара GBPUSD в очередной раз вернулась к району взаимодействия торговых сил 1,2440-1,2480, где котировка ощутила над собой переменный потолок и замедлила движение. Но очевидно, нас ждет обратный ход в сторону значений 1,2350-1,2310. Рынок же ждет новых данных о состоянии рынка труда в США. Эти новости гораздо важнее всего остального. Особенно если вспомнить про то, что предыдущие две недели сопровождались все новыми и новыми антирекордами по числу первичных заявок на пособие по безработице. Сегодня же, по крайней мере, в вопросе первичных обращений новых рекордов не ожидается – первичных заявок должно быть чуть более 5 млн. Хотя самих этих заявок все равно все еще очень и очень много, ведь для США нормальным является примерно 200-300 тысяч первичных заявок за неделю. Но ставить рекорды теперь будут повторные заявки на пособие по безработице, коих должно оказаться аж 6 млн. 990 тыс. Это больше, чем в июне 2009 года, когда и было достигнуто рекордное число повторных заявок на пособие по безработице. Но как ни странно, но наблюдаемая катастрофа на рынке труда США скорее всего приведет лишь к дальнейшему укреплению американского доллара, так как с точки зрения крупных инвесторов, если уж в США все так плохо, то и в других странах в скором времени будет еще хуже. Так что лучше раньше убежать от все возрастающих рисков и бегут туда, где все самое ужасное вроде как уже и случилось. Валютная пара EURUSD уже как 30 часов находится в рамках диапазона 1,0850 – 1,0885, что является своеобразным накоплением в преддверии резкого ускорения. Можно предположить, что это будет движение вниз и возвращение цены в пределы уровня 1,0775. Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0830 с перспективой хода к 1,0775. Дальнейшие операции будут рассматриваться уже после фиксации цены ниже чем 1,0775. Альтернативные позиции, то есть на покупку, будут рассматриваться в случае резкого всплеска спекулятивной активности на фоне данных по США, в этом случае следует войти в локальные длинные позиции выше чем 1,0890 с ходом к 1,0930 – 1,0950.